Единая Россия Это российская власть Она не может не иметь вот такого отряда Очень многие люди в России просто голосуют за власть Независимо от того, что на самом деле происходит Это просто русская традиция Поэтому с этим нужно считаться как с фактором Вот существует в России, допустим, Газпром Существует Единая Россия Все Волга впадает в Каспийское море, если слышали Вот в России существует партия чиновников и бюрократов Какого она масштаба И какого она размера И что она вытворяет Это уже другой вопрос Но то, что такая партия всегда существует И всегда будет существовать Долго еще, по крайней мере Это правда Наша задача их потеснить Наша задача открыть с ними открытый публичный диалог Чтобы они видели Что у них есть реальные, серьезные оппоненты Вот в чем, собственно говоря, наша задача Наша задача показать им, что они не являются партией Которую поддерживает больше половины населения страны Это не так, это неправда Они большая партия, существенная Определяющая политику в нашей стране Это правда Но это не значит, что это партия Которую поддерживает больше половины Не дать создать в России однопартийную систему И в этом смысле Окротить или ограничить пожелание Единой России стать партией-монополистом В этом есть ключевая наша задача Нельзя больше в России вернуться к однопартийной системе Это будет полная беда Кстати говоря, цены будут очень высокие Потому что монополизм Это монополизм во всем Если есть монополизм в политике То будет и монополизм в экономике Я, кстати говоря, здесь Говоря о Единой России Хочу сказать вам одну вещь Вот многие люди моего поколения Прекрасно знают, что такое однопартийная система И что такое экономика при однопартийной системе Они знают, что если существует однопартийная система Типа КПСС То существует экономика плановая Во главе которой стоит Госплан Экономика так называемой социалистической собственности Но никто не представляет потери Которые понесет государство Если вы имеете политический монополизм И частную экономику Вот частная экономика И одна партия Это значит, что все Значит, никакой конкуренции в экономике быть не может Это значит, что цены могут расти И совершенно не ограничено Это значит, что ресурсы могут расхищаться Совершенно бесконтрольно Потому что существует монополизм В политике И все, кто хотят участвовать в экономике Должны войти в эту партию Чтобы быть бесконтрольными Если вы внимательно посмотрите Когда последний раз в России бурно подскакивали цены То я вам напомню Когда Владимир Путин стал лидером Единой России Просто стало совершенно понятно Если вы член Единой России И у вас есть сеть магазинов То вы можете поднимать цены как хотите Вас никто никогда не тронет Потому что вы член партии Которая претендует на монополию А других партий Которые могут с вами конкурировать Просто нет Вот в этом смысл работы Яблока, кстати говоря А иначе у нас просто система такая Вот как была в ГДР Или в Польской Народной Республике Главная партия И ее сателлиты Которые с ней не спорят А просто ее обслуживают Ну вот такое отношение к Единой России Единая Россия это данность Но эта данность должна вести себя В пределах и рамках Которые не наносят ущерба Такого масштаба Который оказывается непоправимым в России И еще я хочу добавить Что вот сейчас любят называть Единую Россию Партии жуликов и воров Но это такая шутливая форма А если сказать серьезно Серьезно То Главное определение Этой партии Единая партия Чиновник И олигархов Потому что Слияние бизнеса и власти Которое олицетворяет Единая Россия Которое просто выражает Собой Единая Россия Это и есть главная Раковая опухоль На теле российского Государственного И экономического механизма Главное Когда бизнес Не отделен от власти Когда все достижения В бизнесе Делаются только через власть Когда специально Придумывается закон Что если ты не попал в дом То ты автоматически попал В Совет Федерации Когда все ключевые чиновники Правительства Являются Миллиардерами И бизнесменами Ну так о чем говорить Такая система Вообще говоря Перспектив особых не имеет Она просто неэффективна И в ней нет Умных и умелых Менеджеров Реальных бизнесменов В ней есть дельцы Которые пользуясь властью Могут делать Свои капиталы Но это вот такое Более жесткое определение Более точное определение А более мягкое рассуждение Оно связано с тем Что это партия властей Вот власти такие Такая партия И она будет всегда Партией властей Будут лучше власти Будут лучше партии Когда будут лучше власти Когда у них будет конкуренция Когда будет альтернатива Когда они будут стараться Потому что их могут поменять А когда они не стараются Потому что их нельзя поменять Тогда никакого смысла в этом нет ЛДПР Оно требует комментариев Не требует комментариев КПРФ Ходить на могилу Сталина Каждые полгода Это просто вообще Казус российской И мировой политики Просто казус Как мумия Из прошлой Какого-то прошлого века Правое дело Ну Тут даже Ну что говорить Ну правое дело Что-то получилось На останках СПС Они хотят возродить СПС Ничего из этого пока не получится А каких партий Больше партий то нет Остальные партии не регистрируют Вот что действительно надо сказать Что это абсолютно безобразие Что не регистрируют партии Партии нужно регистрировать легко Пожалуйста Пусть граждане определяют Кто должен быть в думе Кто не должен быть Пусть люди Голосованием своим скажут Какие партии должны жить Какие не должны жить А что какая-то девушка сидит там Это и определяет Вот вас можно Сделать партии А вас вот нельзя А кто это знает Значит это политические все решения А это недопустимая вещь Я категорически против этого Многие из тех Кто хочет регистрироваться Мне лично не по душе Я бы туда никогда Не вошел в эти партии Но я выступаю за то Что все они должны быть правы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok